Всем привет! С вами я, Воватешевский, и сейчас расскажу вам о очень интересной штуке. Это игровая гарнитура Logitech G35. Первое, что хочется сказать, что она такая большая, массивная, и там еще какие-то кнопочки. А еще плюс очень интересно то, что в рентгеновском формате сделали рисунок. Ну, конечно, внутрь мы не будем ковыряться, но тем не менее, да. Давайте еще посмотрим, что на обратной стороне упаковки здесь нарисовано. Ну, здесь некоторая расшифровка, что вот это микрофон, что это настраиваемые кнопки, и то, что она USB. И давайте откроем, как раз заодно можно уже будет достать и посмотреть и комплектацию, и все остальное. Итак, открываем и смотрим. Вот она, эта игровая гарнитура. Выглядит очень круто. Весит, ну, где-то грамм 400, немало. Прежде всего, хочу отметить очень крутой массивный провод на перевязочке Logitech G35. И он 3 метра, достаточно длинный. И сейчас еще, перед тем, как мы посмотрим на саму гарнитуру, я хочу глянуть, что идет еще в комплект. Я так понимаю, что внутри там все пусто, а вот еще вот такая штука идет в комплект. Это просто Quick Start Guide и больше ничего. Может быть, там какие-то наклеечки. Вот это мне интересно. Хотелось бы посмотреть. Может, там что-то есть, какие-то подарочки. Нет, ну, подарочков нет. А вот подробная информация о данном аппаратике здесь присутствует. Я был бы не я, если бы не стал искать дальше. Здесь еще есть запасные мягкие подголовники. Я так понимаю, что этот снимается. Да, действительно, он снимается. И можно одеть, видите, тут А, Б и С там. То есть, их 3 штуки. Очень прикольно. То, что если вдруг вы уж прям сильно продавили своей головой, то можно заменить. Итак, давайте посмотрим на них поближе и повнимательнее. На левом ухе есть регулировка громкости, включение и выключение микрофона. Кстати, микрофон включается, когда вы открываете гарнитуру или же закрываете его. Три режима звука. То есть, вы настраиваете звук для определенных игр. Теперь, из такой мягкой резины, ну, относительно мягкой, верхняя часть. Как я и говорил, что внутренняя часть, она заменяется. А эта часть, она такая прям приятная резина. И на этой части, на правом ухе, только логотип Logitech. Что касается поворота, то совсем немного поворачиваются, не складываются они совершенно. Что касается амбушюр, то они сделаны из кожзама. Внутри помещается все ухо. Это приятно. Также есть еще одна кнопка, видите, которую я забыл. Это Dolby Digital звук. То есть, это, как бы, такой, знаете, объемный звук. Вот тут прям даже есть логотипчик этого Digital. Что касается амбушюр, то они не снимаются. Вот какие они есть, такие и есть. И еще один момент, который я хотел бы показать, это как открываются. Открываются они достаточно просто. И, кстати, еще один момент, что касается проводков, то здесь они спрятаны внутри. Немного так вот болтаются. Ну, это для того, чтобы, когда двигаются наушники. И они не покрыты тканью, как основной шнур. К сожалению. В принципе, вот и вся информация, что касается внешнего вида. Могу сказать, что внешний мне понравился. Он прям вообще молодцы. Logitech сделали хорошо. Но, как по мне, на эту цену уже можно было бы сделать более премиальные наушники. Гарнитуру игровую. Ну, я считаю, что они немного дороговато стоят, как для своих возможностей. Наушники на голове сидят очень мягко. Но на улицу с такими точно не выйдешь. Особенно, когда... I'm a Terminator. То есть, однозначно могу сказать, что это домашняя игровая гарнитура и ничего больше. В общем-то, играть с такой гарнитурой очень удобно. И слышно хорошо. Ну, я звук вывел и вам, и себе. То есть, комфортно. Звукоизоляция, кстати, идет хорошая. Вот сейчас там ребята начали рубиться, да. Могу сказать, что единственное, что меня смущает, это вот то, что я запутываюсь с этим шнурком. Но если у вас где-то далеко находится USB, конечно, это да, будет плюсом. В моем случае, эти кишки, они висят вот прям здесь. И это не совсем удобно. После нескольких часов использования данной гарнитуры ничего не болит. Кости не болят. Все комфортно, удобно. Единственное, что когда очень жарко, то из-за кожзама немножечко потеют уши. То есть, достаточно жарко там внутри. Все остальное good. Рекомендую ли я такую гарнитуру, смотрите по вашему кошельку. Это уже только от этого зависит. Мне она понравилась. И я думаю, важным будет затестить качество звучания микрофона. В частности, сейчас звук идет непосредственно с гарнитуры данного микрофона. И оценить звучание можете сами. Спасибо вам за то, что смотрели это видео. Надеюсь, оно было полезным для вас. С вами был я, Ватюшевский. Канал Ватюшнистек. Ставим лайк, подписываемся на канал. И заходим смотреть другие интересные видео. Спасибо магазину Нимфа, а также компании Техномир за предоставленное устройство.